6 июня 2024 года. В многоквартирном жилом доме на Славянском проспекте номер 6 снимают все домофоны. Притом делает это компания, которая домофоны эти обслуживает. И на первый взгляд простая история. При ближайшем рассмотрении приобретает необычный окрас. Домофоны эти еще в 2010-м установила компания Ведикон. Она же и обслуживала, и, что немаловажно, взимала за них плату. Сама, без посредников. Был заключен соответствующий договор с каждым собственником. В 2018-м году обязанности эти на себя взяла управляющая компания. За домофон жильцы платили им, а УК, в свою очередь, деньги передавала Ведикону. По этой схеме работали 3 года. Ведикон обслуживал нас достаточно хорошо, и никаких претензий у нас нет к этой компании. Единственный нюанс, который возник у нас 3 года назад, у нас пришла лидер фонд, управляющая компания, и они не заключили договор. Но мы, не вдаваясь в подробности, обслуживают нас, и обслуживают, кто нас обслуживает, на каких условиях, мы не знали. Как рассказали представители компании Ведикон, с 2021 года управляющая компания деньги им не перечисляла. А сами домофоны при этом обслуживались исправно. Терпели год. Все это время посылали и заказные письма управляющей компании, и звонили, но толку, говорят, не было. В 2022-м пошли на крайние меры, обратились в суд. И только в 2024-м году суд вынес свое решение. Суд принял нашу позицию, подтвердил, что оборудование действительно принадлежит нашей компании Ведикон, и что управляющая компания обязана оплачивать услуги по техническому обслуживанию и пользованию этим оборудованием. Фактически, эта управляющая компания 3 года собирала абонентскую плату за домофон жильцов, и аккумулировала ее на своих счетах, и не передавала непосредственному исполнителю, то есть нам. И все это время, пока шел суд, домофоны продолжали работать по, так сказать, старой схеме, говорят в Ведиконе. А именно, обслуживают домофоны они, жильцы за это платят управляющей компанией, а деньги от управляйки в сам Ведикон не поступает. Ирония еще и в том, говорит Александр Осин, что все время, пока шел суд, пока деньги не поступали, директор управляющей компании звонила в Ведикон и просила домофоны отремонтировать, если возникала поломка. Дескать, ваша ж вотчина. Ремонтировали, шли навстречу жильцам, говорит Александр Осин, только деньги так и не поступали. Решение суда было однозначным. Суд вынес за период с 2021 года по 2022 год сумму порядка 100 тысяч рублей. Вот сейчас в данный момент поданы иски на возмещение судебных расходов и на следующий период предоставления нами услуг по дому. Жильцы тоже говорят, что управляющие компании недовольны. И дело не только в домофонах. Заявки на обслуживание диспетчером оставляют, а ВОЗ и ныне там. Наша управляющая компания ничего не делает для жильцов. Мы обращаемся в управляющую компанию, уже включая электронные письма, обращаемся по телефону к диспетчеру, оставляем номера заявок. У нас разрушился практически весь фасад дома. У нас разрушились тут лестницы. С этих лестниц уже падают. Компания никак не реагирует на заявки. Компании Ведикон рассказали, что на управляющую компанию лидер фонд уже подано больше 20 судебных исков, как от жильцов, так и от ресурсоснабжающих организаций. И во всех этих судебных перипетиях страдают обычные жильцы. Решение, говорят жители, простое – сменить управляйку. Мы хотим собрать жильцов самостоятельно, без совета дома. Оповестите об этом всех жильцов. И если кто-то увидит из жильцов вот это видео, пожалуйста, приходите на собрание, чтобы могли решением хотя бы половина жильцов должен быть 51% голосов за смену управляющей компании. Да и компания Ведикон не против, дескать, «Давайте работать, как работали, почти 10 лет по прямому договору, а не через управляющую компанию». Любопытное примечание. Суд вынес решение еще в феврале, но до сих пор деньги управляющая компания не перечислила. Жильцы тоже ждут от лидер фонда действий. В этот раз хотя бы, говорят, положительных.